Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. 28 ноября. Сегодня работаем с бегонией. Вот это вот бегония Глюар. Про неё немножко попозже. В основном сегодня у нас вечно цветущая бегония. Такая вот. Сейчас она на сегодняшний день так вот выглядит. Так, бегония села 31 октября, всходы 6 ноября. Но у бегонии всё зависит от качества семян. Вот это вот семена свежие. Всходы просто нормальные, очень хорошие. Так вот в конце там какие-то другие растишки взошли. Наверное, семена попали. Даже интересно, что это. Но это не важно. Вот это бегония. Вечно цветущая. Никс. Многие девчонки говорят, что покупают семена бегонии. Они не всходят. Вот, например, семена с прошлого года. У меня вот осталось. Всходы, видите, какие плохие. Потому что семена старые. То есть вот этот рядочек свежие семена. А вот остальное всё старые семена. То есть от качества семян зависит степень, процент схожести. Сейчас мы будем вот с этой бегонии работать. В конце ролика почеренкуем вот эту вот бегонию шерданную. Она ко мне пришла с Волгограда, с Волгоградской области. Ну вот, бегония в стаканчиках прочеренкованная уже. То есть уже тут корневая система. Но это попозже. Вот на картинках, как выглядит бегония. Различные расцветки. Она может быть белая, красная, розовая и махровая. Какая только не бывает. Такая бегония Big Deluxe. Это тоже бегония. Так вот она и выглядит. Big Deluxe. Вот здесь вот бегония уже сомкнула между собой листочки. Поэтому сейчас я буду её пересаживать в другую плашку. Бегония очень любит, чтобы её шевелили, чтобы её пересаживали. И чем больше её пересаживать, тем она лучше растёт. Совершенно не боится пересадки. Вот принесла землю с балкона. Она уже тут перемороженная. То есть ни мушек, ни кого тут нет. Здесь у меня добавлен перегной немножко садовый. То есть земля довольно-таки плодородная. А вообще эта земля смешанная. Тут и клацман, и агробат может быть. Может быть волшебная грядка. В общем, такая вот воздушная должна быть земля. Буду всё делать вместе с вами. Вот она немножко суховатая. Вот на тазик я сейчас налью вот такой литр-полтора литра воды. И перемешаю, как тесто. Приготавливаю землю. Кто смотрит мои ролики, всё то же самое. Обязательно кладу Гром-2. Вот, например, на 10-литровый вот такой вот тазик. Где-то пол пачки. Где-то 5 грамм вот на тазик. Ну и перемешиваешь. Так как бегония очень неприхотливое растение, поэтому я использую землю, которая... Ну, здесь уже у меня были растения с прошлого года. Она у меня там на балконе стояла. Потому что бегония – это очень неприхотливое растение. Ей, мне кажется, вообще всё равно. Ну, конечно, плодородная она, хорошая воздушная земля. Вот я сейчас её хорошо вымесила. Тут, короче, есть всё. Даже перегной. А Гром-2 от почвенных мушек появилась моя помощница. Давно её не показывала. Ну, а моя задача – сделать сегодня промежуточную пересадку с этого лоточка. Вот в этой лоточке. Для чего? Для того, чтобы её пошевелить. Можно было, конечно, в стаканчике там 150. 100-граммовый, но я 100-граммовый вообще не люблю. Я её использую только для эстомы. Ну, сейчас вместе с вами и сделаем это. Начнём. Вот, бегония она такая. Очень она любит пересадочку. И можно вот так вот её пересаживать. Бегонию можно выращивать и в квартирных условиях, как комнатный цветочек. Можно и в саду он хорошо растёт. Причём такое вот растение неприхотливое. И с каждым годом популярность этого растения всё больше и больше. Бегонию я выращиваю для ассортимента. И не скажу, что прям она сильно хорошо продавалась. Там как петуния, например, или какой-то другой цветочек. Но люди покупают. Некоторые покупают для квартир на подоконник. Некоторые просто любят, подходят, прям говорят, очень люблю. Ну, вот я немножко выращиваю для ассортимента. То, что я вам показывала, это вполне мне достаточно, чтобы работать с этим цветком на рынке. Ну, конечно, бегония не очень любит поливать, опрыскивать. Заливать её ни в коем случае нельзя, этот цветочек. Вот она у меня растёт под лампами. Вот если зацветёт, буду продавать на Авито. Но вечно цветущая на Авито не очень продаётся. На Авито очень хорошо бигделюкс продаётся, клубневая бегония. А эта такая... Вот так-то рассадила. Пусть растёт. Так как земля у меня влажная, я её чисто опрыскаю. Вот так вот увлажнём. Вот достаточно. Бегония Бигделюкс. Я не успеваю просто черенковать. Постоянно только отрастёт. Вот прям берёшь, выламываешь вот так. Вот это череночек для черенкования. Просто в землю вот вставляю. Их недавно уже обрывала. Вот такой вот череночек для черенкования. Бигделюкс. Его просто вставляю со стаканчик, ничем не укрывая. По мере подсыхания земли, даже если ещё корневой вот нет, вот прям чуть-чуть надо подливать. То есть как бы пересоха земли не нужно делать. Так чуть-чуть. Потом развивается вот так вот корневая система. То есть вот этот череночек, который я укореняла. Я вот со стаканчика его вытащила. Для черенкования используем землю мелкой фракции. То есть вот торф. Здесь прям меленькая-меленькая такая земля. Вот здесь она суховатая. Её немножко нужно увлажнить, но не сильно. Вставляем череночек наш в землю и хорошо пальцами придавливаем около стебелёчка. И чуть-чуть поливаем. Прям капельку. Чуть-чуть. Всё. Я ничем не укрываю. Но это так и черенкую вот эту бегонию Бигделюкс. Самую крупную из всех существующих бегоний. После пересадки бегонию можно сразу отправить под лампу. Черенки тоже под лампу. Но Бигделюкс, она не помещается в стаканчике, поэтому я её не укрываю. Она так вроде неплохо черенкуется. В этом году мне прислали с Волгорода Шардоне и Роуз. То есть это Беликония. Бегония, которая не клубневая, а корневая. У которой нету периода покоя, поэтому я отказалась от клубневой бегонии. Почему? Ну, красивая она. Да. Но из-за того, что зимой с ней такая, как говорится, такая волокита, что её там, чтобы она перезимовала, обрезать, чтобы она уходила в спячку. Я от неё отказалась. И перешла, вот сейчас хочу перейти на Беликонию. Шардоне, это вообще я года четыре её хотела. Наконец-то никто не высылал мне её. Никто. Я на каких только сайтах не сидела, не просила. Сказали, пересыл не делаем. И вот одна девочка с Волгограда мне в прошлом году её прислала. Вот она уже тут пускает. Все, кто хочет, посмотрите в интернете, как она выглядит. Шардоне, Беликония. Бегония, Беликония. Сейчас мы вместе с вами её попересаживаем, почеренкуем. Пересаживать будем вот эту шардоне. Мне всего их сейчас две. Но я думаю, будет больше. Вот у неё уже тут корневая система нормальная. Её нужно уже, ей здесь тесновато. Будем пересаживать вот такой литровый стаканчик. И вот где-то посмотрела в каком-то ролике, я вот раньше клала на дно кусочек туалетной бумаги, а сейчас это увидела, что так вот вниз просто маленький пакетик одевают. Во-первых, и земля не высыпается, и влажность хорошо сохраняется. Мне очень понравилось. Я уже и бетунию так пересаживала в такой вот. Может быть, такой кому-нибудь тоже понравится вариант работы с пакетиками. Ну и всем известным методом подготавливаем место для нового цветочка. И аккуратно перевалили. Теперь нужно с этого вот растения, с макушки, срезать череночек. Сейчас мы это сделаем. Вот где-то вот так вот. Срезаю. Получился вот такой череночек. Сейчас мы его с вами укореним. А это растение будет расти дальше. Этот не буду трогать. Пусть этот пока растёт. Замаркировала вот стаканчик, что-то шардоне. И эту землю, которую я использовала для перевалки, я использовать не буду. Для черенкования используется торф более воздушный. Вот мне много торфа не надо для черенкования. Здесь вот вымесила его в чашечке. И вот полстаканчика вот так вот насыпаю. Берём наш черенок. И аккуратно вставляем. И придавливаем. И чуть-чуть, прямо чуть-чуть поливаем. И сверху стаканчик. Сверху стаканчик. И делаем вот такие тепличные условия. И ещё лучше, хорошо бы его этот сверху, я вот опрыскиваю, аж без ту один. Энергия можно, то есть опрыскать можно. Вот так вот. Вот. И в таком состоянии отправляем под лампы. И так где-то она стоит неделю. А где-то через неделю открываем стаканчик, и она уже сама будет там черенковываться. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. А мы с Альфисой прощаемся с вами. Всем больших-больших удач. До свидания. Альфисой прощаемся с вами.